Окей. Сразу начну с задачки. Смотрите, ребят, вот у нас тут представлено много разных слов, интересных технологий. Если кто-то знаком с ими всеми и знает, как их связать, в принципе, он все знает, что услышит в этой презентации. Это так, на всякий случай. Думаю, может уже кто-то почитал. Итак, меня зовут Михаил. Я Java-разработчик. В принципе, особо больше похвастаться нечем. Работаю уже три года в серве. И достаточно много разных технологий интересных повидал. Последнее время очень сильно углубился в REST-сервисы и микросервисы. И так, я хотел бы вам в этой презентации рассказать про Swagger Inflector. На мой взгляд, очень недооцененный фреймворк. Пока он там не добыл большой популярности, но обладает очень большим потенциалом. Это open-source проект полностью. Его можно увидеть на GitHub. Документации по нём очень мало. В YouTube увидел только одно видео от разработчика из Google, который упоминал об этом фреймворке в контексте Swagger. И, в принципе, всё. Так что будем его немножко пропагуаты, так скажем. Итак, дальше у нас agenda. Сначала мы рассмотрим концептуальные вещи, которые связаны, в принципе, со Swagger, с сервисами, а прочими в этих REST-сервисах. Узнаем, что такое ActiveRest Interfaces. Узнаем побольше конфигурации Swagger Inflector. Узнаем о Extential Swagger модели под Inflector. И как происходит, в принципе, взаимодействие в конечном итоге Swagger спецификации с нашим кодом. И ещё небольшие бенчмарки увидим по перформансу данного фреймворка. Завучно скажу, что он направлен на задачи, которые решают в основном просто, скажем так, MVC-фреймворки по типу Sprint MVC или JAX-RS, Jersey. Или ещё какие-то имплементации. В принципе, он на том же уровне стоит, но с некоторыми интересными концептуальными моментами. Итак, начнём со спецификации. Спецификация, в принципе, начинается в тот момент, когда каким-то сущностям нужно взаимодействовать. Особенно, если это сущности внешние. Нужна какая-то договорённость, спецификация для этого взаимодействия. В принципе, для REST-сервисов мы имеем уже большое множество видов спецификаций. Это Swagger, Rammel и API Blueprint. Это сами-таки популярные, которые на слуху, возможно, у некоторых из вас. В защиту Swagger, который мы избрали, могу сказать, что в будущем, с выходом третьего Swagger, сейчас он уже называется Open API, будут нивелироваться практически все его недостатки и преимущества конкурентов. За разработку Swagger взялась небезызвестная компания Google, поэтому в нём много потенциала, это точно. Вкратце можно сказать, что на данный момент Open API 2 или Swagger 2 имеют такие недостатки, как недостаточно много инструментов для того, чтобы описать ваши endpoints. К примеру, там нет возможности реализовать такой подход, как JSON-патч, поскольку нет возможности даже указать то, что field может быть nullable, то бишь null на fieldу, это всё равно, что его нет. Ну, это такая мелочь, но неприятно. Да, наверное, идём дальше. Дальше у нас подход разработки, который ложится под микросервиса, под REST модель. Это Design First и Code First. В целом, за последнее время я с Code First практически не сталкивался, и он сильно проигрывает Design First, особенно для разработчиков нашей специфики, которые работают в основном на аутсорс. Design First даёт множество преимуществ. он представляет спецификацию в виде строгого языка взаимодействия заказчика и девелопера. То бишь, спецификация является тем промежуточным средством, которое может даже попадать в описание старей, для того, чтобы показать девелоперу, что он должен сделать. Также Design First имеет такие преимущества, как простая поддержка backwards compatibility, поскольку всё пляшет от спецификации. Легко можно отслеживать изменения от версии к версии с помощью даже гита какого-нибудь или SVN, что конкретно в endpoints поменялось и как это, в принципе, может заэффектить конечного пользователя. Также намного проще описание документации для technical writers, которые могут тоже пользоваться как раз таки системой контроля версий для изменения в своей документации. Так, идём дальше. Значит, по поводу кода First, в его защиту можно сказать только то, что разработка с помощью него значительно быстрее для разработчика, проще имплементить какую-либо функциональность, потому что ты можешь интерфейс подгонять под эту функциональность частично, но это как бы не совсем хорошее и прочее, но тем не менее есть такая возможность. Ну и в целом коды First часто используются для написания микросервисов для внутреннего использования. И, кстати, тот же Swagger, он изначально проектировался для кода First и прочее. Так, идём дальше. Дальше у нас возникает такое желание как бы объединить эти два опрочья или, по крайней мере, объединить преимущества этих двух опрочей, или хотя бы перетянуть в Design First хотя бы что-то из кода First по поводу быстроты разработки. Дальше рассмотрим проблематику кода First и прочее. В основном мы теперь как раз... Не, извините, Design First и прочее. Теперь мы будем в основном смотреть как раз на Design First. Итак, слева немножко не поместилось, но в целом это как раз Swagger спецификация, точнее, часть Swagger спецификации одного эндпоинта. И справа то, что мы получаем на стороне Jaxx.rs сервиса. Тут мы видим, значит, дублирование многих-многих-многих дефинишенов. Например, у нас пути дублируются, очевидно, метод дублируется. Частично, как бы не напрямую, но коррелирование между этими двумя показателями, как теги и название контроллеров есть, это точно. Дальше у нас дублируется Operation ID с названием метода. Ну и, очевидно, дублируется название query параметров, или path параметров, не важно. Ну, в общем-то, такие недостатки не могли быть незамеченными. И в мире Java сразу же нашлось решение в виде кода генерации. Сейчас у нас существует прекрасное решение в виде Swagger кодогена. Это очень-очень бурно развивающийся плагин на базе Swagger Core. Он поддерживает множество языков для генерации серверной части. Это Java, Scala, PHP, Node.js и Go. Но Go нужно генерить там немножко с бубном, с использованием еще такого проекта, как Swagger Go. Ну, и еще этот approach позволяет генерить клиенты, что зачастую используется. Зачастую Swagger только для этого используется, чтобы в конечном итоге делать поставки клиентам в виде каких-то лип определенного языка, которые позволяют коннектиться к сервисам, к нашим сервисам. Так же Swagger CodeGen позволяет добавлять шаблоны генерации. Если мы хотим какие-то кастомные вещи вносить в наш клиент или в сервер, это можно, в принципе, без проблем делать. Например, если вам хочется в эндпойнты, сгенеренные посредством кода гена, вносить какие-то инъекции, например, с помощью спринга, можно легко добавить в шаблоны, сгенеренные код геном, определенные аннотации. И еще забыл упомянуть, что Swagger CodeGen за последнее время получил очень большое развитие, очень много контрибьюторов и очень большая активность посторонних разработчиков там присутствует. Даже со стороны, так сказать, нашего проекта есть бранча, которой мы пользуемся, которая сделала экстеншен Swagger имплементации и дополнительные теги внесла в эндпойнт. В конечном итоге для решения вышеописанной проблемы с дублированием, дефинишеном в Swagger и на стороне клиента нужно с помощью Swagger CodeGen решить такую проблему, как создание контроллеров. И дальше у нас вырисовывается такая вот UML диаграммка. Вот здесь вот мы видим контроллер, в котором как раз таки и описаны все-все-все аннотации. Этот контроллер делает делегирование следующему юзер-контроллеру, который уже является без аннотаций, точнее даже является интерфейсом, который мы в конечном итоге будем имплементить своими руками. Наследование тут не получается, потому что за счет специфики реализации аннотаций нет возможности оверрайдить какой-то метод с сохранением тех аннотаций, они не инхерятся. Так что вот такая вот картина вырисовывается, не слишком красивая. Как вы понимаете, на это нужна затрата какая-то сил, какая-то поддержка. Это опять-таки будет все делаться по шаблонах, сделанных вами. Готовых решений, таких, чтобы из коробки и сразу всем подошли, я не видел. Возможно, уже есть какие-то наработки, но это дополнительная затрата ресурсов и времени. Плюс кодогенерация это промежуточный этап, который как бы не несет никакой семантической нагрузки. Он на уровне компиляции, он есть, лишь бы был. Ну вот в таком вот духе. То есть разработчику не холодно, не жарко. И еще есть минусы, когда, возможно, плагин как-то настроен в Мауне для этой кодогенерации немножко кривовато, или вы там не вовремя юзаете кодогенерацию, есть шанс, что вы будете на устаревшей базе кода работать, которую нужно по-хорошему перегенерировать. Да, это все недостатки, но в целом это прекрасное решение, которое достаточно сильно конкурирует с тем фреймворком, про который я дальше расскажу. Да, вот тут вот у нас есть описание цикла разработки. Обратите внимание, кодогенерация, ай-яй-яй, как плохо. Ну и в целом концептуально, как бы это не очень хорошо, генерить постоянно код. Не знаю, не подумайте, что я там сентиментальная личность, знали бы, с чем я сейчас работаю. Так что все же кодогенерация, это, ну, за этим точно будущего нет. И тут выходит на арену Swagger Inflector. Swagger Inflector, как бы не обладает какой-то революционной свежей идеей, которая нигде не дублируется. В целом он перенял концепцию из Swagger Node, из мира JavaScript. Они вот такие вот революционные штуки поводили, и Swagger подхватил. Также есть имплементация того же подхода на Python. Называется Python Connex. Connex, да, такое вот название. И это говорит о том, что как раз-таки вот Swagger спецификация является чем-то кроссплатформенным. В конечном итоге, когда вам не понравится ваша реализация по перформансу на Python, например, скорее всего, не понравится, у вас будет возможность это сделать на Node или на Inflector в том же достаточно легко. Так, ну, сразу скажу заранее, что сравнивать Swagger CodeGen и Swagger Inflector это все равно, что, наверное, сравнивать J-Hipster с Spring Boot, которые в конечном итоге юзают друг друга и решают приблизительно ту же задачу, но по-разному. Ну да, и J-Hipster еще тоже кодогенерацией занимается. Так, дальше про фичи Swagger Inflector. Затравка уже есть, проблематика понятна и смотрим на решение, которое пришло к нам в наш Java мир. Использование спецификации как кода. По-простому, если это писать, наш аппликейшн в себе содержит Swagger файл с полной спецификацией и на Bootstrap генерит, точнее не генерит, давайте так скажем, создает под капотом в рантайме эти эндпоинты. И по определенным закономерностям мапит уже на наш код. То есть он полностью возлагает на себя транспортную, транспортный, так сказать, лейер описания. Нам не придется кучу аннотаций делать, как там Annotation Hell, по-моему, это явление называется. Чисто бизнес-логикой и не более. Дальше следующая фича DriveMox Service to Build in Parallel. Эта фича будет крайне полезна тем людям, которые изначально создают большую архитектуру с многих микросервисов, а потом пытаются ее разрабатывать. Если есть много завязанностей и что-то, что не в самом верху иерархии стоит по приоритету, есть смысл использовать Swagger Inflector хотя бы как способ замокать определенные сервиса или хотя бы половину сервиса, например, можно замокать, если у вас нет имплементации. Swagger Inflector на основе спецификации может создавать моканные эндпойнты, причем в спецификации можно задавать экзамплы, по которым как раз это все и будет мокаться. Достаточно удобно и быстро, и, например, если от вас заказчик требует быстро какую-то демку за неделю, я думаю, это будет вообще идеальный вариант, потому что можно даже за первые два часа работы над проектом, если вы получили уже полностью спецификацию, поднять вполне рабочий сервак, такой себе вполне рабочий, отчасти рабочий. Дальше у нас есть возможность динамического изменения REST интерфейсов. Фича достаточно спорная, на мой взгляд, в основном она пригодится так сказать нормальным разработчикам, а не таким драйвовым, только на этапе разработки, как раз таки, когда нужно что-то подфикшивать и сразу видеть изменения в интерфейсах. Но есть еще вариант реализации системы с динамической сменой REST интерфейсов. Ну, в целом это мы дальше увидим. Технологии, которые под капотом у нас ходят, это Jaxe REST Jersey, с каждой новой версией инфлектора Jersey тоже апдейтится. Swagger Core, который используется для того, чтобы распарсить YAML файлик. Да. И еще Jackson по умолчанию. Ничего другого не получилось у меня подсунуть. Видимо, в ближайшее время не получится. Ну, и минимум Java 7. Так, идем дальше. дальше наш обновленный цикл разработки уже без кода генерации и с возможностью вот такого лайфхака, когда вы просто все замокали на этапе одной из итераций и можете уже пользоваться этим сервисом для каких-то тестов возможно. Так, это как раз та система, про которую я упомянул. Динамическая смена REST интерфейсов. Предположим, у нас есть 4 сервиса. Сразу извиняюсь за то, что это все не в UML. У меня в PowerPoint не получилось сделать deployment схему. я думаю будет понятно. У нас есть какой-то сервис A, который в свою очередь завязан на сервисе C и сервисе B. Сервис B не завязан на сервисе A и C, так же как C, но завязан на config сервисе. Config сервис в свою очередь содержит свагеры файлики, которые кушают наши все сервиса и на основе этих файликов создают собственные интерфейсы взаимодействия с ними. И не знаю для каких точно эта система пригодится, но достаточно мощная фича, которая позволяет менять эти спецификации централизованно и менять способы взаимодействия с этими сервисами. Возможно это при каких-то пиковых нагрузках имеет смысл. точно вам не могу сказать, но вот такая вот power фича тут есть. Да, и у меня тут нарисовано, что этот сервис например что-то меняет и по-другому начинает действовать с остальными сервисами. Они просто запрашивают постоянно этот файлик. Ну это все под капотом у инфлектора происходит. На самом деле там ничего сложного нету в имплементации такого подхода. Дальше идем к конфигурации инфлектора. Проект сразу скажу не слишком развитый это не рок-стар в мире фреймворков но в целом имеет очень интересные вот эти вот концептуальные штучки. Так что конфигурации не шибко много. Первое что нужно обратить внимание это как раз таки маппинг нашего кода со стороны свагера спецификации. Для этого нужно в inflector.yml файле указать вот эти вот две строчки это контроллер пэккедж и модел пэккедж. Они как раз таки в себе содержат содержат информацию для подальшего маппинга. Но опять таки если вы их не зададите будут дефолтные значения засетаны по которым тоже можно в принципе маппить. свагер url тут мы просто указываем путь к нашему файлику. Сюда можно вписывать какие-то http пути вот как раз для системы которую я выше приводил в пример здесь можно было бы какой-нибудь url указать и он бы уже автоматически потом подхватывал изменения в yaml файлике swagger yaml дальше у нас идет entity процессоры по сути тут мы просто указываем форматы по которым наш сервис будет взаимодействовать причем они выставляются по приоритету то бишь то бишь если человек который делает реквест не задал не задал желаемый формат получения данных то по дефолту будут вот юзаться в таком вот приоритете форматы также также стоит упомянуть то что инфлектор как бы теоретически пока на практике не совсем так получается хочет возложить на себя полностью всю ответственность за транспортный уровень то есть даже если под капотом у нас юзается джерси вы ни одного интерфейса с JAXRS не увидите поэтому вот такого вида у нас конфигурация получается что мы указываем тут и транспортные моменты и со спецификацией моменты тоже расписываем и так дальше у нас идет validation payload тут мы указываем что конкретно должно валидироваться поскольку в свагере спецификации есть достаточно много разных constraints которые можно накладывать на поля payload валидация срабатывает всегда абсолютно всегда на query параметры вне зависимости от вот этой вот настройки эта настройка чисто для payload для тех антитей которые ходят в body сразу скажу что от вот этой вот как раз таки настройки немножко страдает performance на самом деле не немножко там достаточно много ресурсов затрачивается потому что под капотом инфлектор распарсивает весь объект в yaml как казалось потом юзает из swagger core фичи которые как раз валидируют этот yaml ну в общем да дико немножко выглядит и плюс рекомендуется отключать валидацию на выход на out когда вы куда-то это деплоите ну очевидно почему performance плюс плюс возможные проблемы с вашими пейлодами на response во время работы с этим конечных пользователей так environment у нас есть три варианта значений этой настройки это develop staging и production в develop и staging разница особо немного в develop у нас смокаются все endpoints незаимплеменченные и также появляется возможность кола на endpoint debug.json в котором описано состояние инфлектора на текущий момент времени то есть вы можете прямо на ходу подправлять конфигурации инфлектора конфигурации свагера и видеть как вот этот вот debug.json у нас показывает изменение маппинга спецификации на код ну это мы все увидим в демке в целом staging просто убирает возможность доступа к дебагу тоже производит моки и вываливает warning влог если что-то не заимплеменчено а production как несложно догадаться просто бросает exception валит стартап нашего сервера во избежание того чтобы человек который пытается воспользоваться нормально нашим сервисом не напоролся на моки также есть возможность перегружать environment в able с помощью system property вот в таком вот виде сразу говорю инфлектор не слишком большой популярностью обладает поэтому поддержка не сильно большая и мне уже вот буквально позавчера пришлось писать pull request вот как раз таки фиксить вот эту конфигурацию поскольку она там не совсем адекватно кушалась и пришлось много переписать думаю этот request пройдет успешно посмотрим насколько сговорчивые там разработчики возможно придется идти в коммиттеры в этот фреймворк поскольку там тоже нужно некоторые фичи допилить ну и последняя конфигурация это model mapping лично мы ее вообще не юзаем она используется для того для тех случаев когда вам нужно что-то кастомно замапить ну не напрямую так идем дальше swagger extensions это то что попадает в swagger связанные только с инфлектором конкретно extension всегда начинается на буковку x вот вы можете видеть extension на endpoint и extension на модели на endpoint мы указываем название контроллера который будет использоваться но в принципе это не обязательно делать если мы это не сделаем то инфлектор по умолчанию возьмет первый тег в нашем случае это pet например сделает первую букву uppercase и прибавит контроллер ну в итоге мы получим тоже название контроллера но полагаться на теги не стоит особенно если вашу спецификацию пишет какой-то посторонний человек и может переставить местами теги как видите тут массив тегов может быть и ваш весь маппинг повалится дружно дальше у нас идет operation id это это у нас просто название метода который будет дергаться на эту операцию стоит упомянуть то что свагер нод и python реализация этого прочей юзает точно такие же экстеншены в свагер то есть опять-таки это кроссплатформенно то что вы пишете в спецификации которое в итоге является DSL для написания endpoints будет кроссплатформенным то есть есть я думаю даже возможность один и тот же микросервис на разных нодах поднять с разными технологиями ну не знаю какой в этом смысл но реальная возможность такая присутствует и это сделать достаточно легко и спецификация точно будет соответствовать обе у обоих нод дальше мы можем для инфлектора уже руками маппить форматы которые будут входить от этого эндпоинта и которые он будет принимать и расставлять приоритеты убирать добавлять какие-то из них следующим идет у нас момент с query параметрами то что свагер полностью возлагает на себя валидацию этих параметров то есть можно ставить их required read only не read only можно ставить ограничения на int больше меньше какого-то значения на строки nullable не nullable и так далее тут достаточно гибко с валидациями но опять-таки все валидации из java validation сюда не попали так что иногда приходится уже свои собственные добавлять идем к нашим моделям тут та же ситуация как раз таки если у вас сконфигурина валидация валидация пайлодов если вы добавите какие-то дополнительные валидации на параметры по типу required или опять-таки какие-то ограничения на строки или значения то это все как раз таки свалидируется на уровне инфлектора так что еще забыл упомянуть немножко о процессе маппинга в принципе вот эти вот все дополнительные экстеншены дополнительные теги в свагере они необязательными являются даже если вы их не укажете инфлектор будет много раз пытаться под разными углами рассматривая спецификацию найти какой-нибудь подходящий endpoint алгоритм таков что он изначально смотрит на вот этот вот филд как раз таки потом как я сказал берет тег прикрепляет контроллер если даже этого не находит берет дефолтный пакет и ищет в контроллере под названием дефолт определенный метод ну на этом принципе поиск контроллера заканчивается с поиском метода намного все проще он изначально на operation id смотрит а если не находит operation id он берет название пути и прикрепляет к нему в апперкейсе метод то есть если вы ничего не укажете у нас получится поиск endpoint под названием pets get причем все большими буквами get так с этим понятно ребята если какие-то вопросы возникают или я что-то непонятное рассказываю в целом можете спрашивать у нас времени хватает я так посмотрел по таймингу я как раз сейчас на 41 минуте а должен быть на 46 так что спрашивайте фокус фокус на бизнес логике за счет чего это получается я уже рассказывал тут просто мы видим пример того как упрощается наш контроллер по сравнению с JAXRS контроллером мало того что выпадают у нас вот эти вот валидации если по справедливости уже говорить то они могли попасть сюда просто в виде java validation gsr какой-то там 330 по-моему не помню ну если уж без вот этих вот лайфхаков то вот настолько он меньше становится плюс тут нету никаких аннотаций кроме спринговых которые как раз таки на бизнес логику и влияют и немножко все упрощается и как вы видите тут используются немножко другие сущности для request контекста для response контекста в java в java rs как по мне немножко все проще и удобнее но inflector решил пойти своим путем и наклепали своих собственных сущностей целую кучу и вот так вот в конечном итоге выглядит у нас endpoint ну мы это все еще увидим в демке так идем дальше дальше у нас performance testing не скажу что я проброздил вообще все варианты все use кейсы но наиболее валидные для нашего приложения я проверил тут мы можем видеть на первой инстаграмке сравнение простого респонса на plain text inflector значительно проигрывает около трех раз в среднем это уже на разогретой gvm даже точно не могу сказать почему так происходит скорее всего какие-то лишние валидации срабатывают дальше у нас echo request с payload то есть какой-то payload в json приходит и тот же payload отдается в том же json когда на inflector включены все валидации у нас проигрыш производительности в два раза происходит в среднем если включена одна валидация то уже на процентов тридцать проигрыш происходит когда у нас выключены все валидации то проигрыш производительности минимальный получается ну маппинг опять-таки немножко замедляет стартап приложения особенно если у вас достаточно много инпоинтов и достаточно большой свагер файл я думаю это займет много времени и так дальше по плану идет у нас демка еще попутно хочу немножко рассказать про мое знакомство и про субъективное мое отношение к этому фреймворку на самом деле фреймворк достаточно годный единственное в чем мне показался недостаток это в том что достаточно мало саппорта не хватает людей квалифицированных которые бы этим занимались и ревьювали проект open source и в исходниках видно как много людей накидало разных 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 фичей как они не совсем согласованно это делали поэтому приходится допиливать переписывать перечитывать это все вот в этом как бы минус самый большой на мой взгляд ну плюсы намного значительней итак переходим к нашей демке изначально у меня есть очень простой проект на дропвизарде единственное что напоминает нам про свагер это свагер файлик уже заполненный трема инпоинтами причем как мы видим тут есть бейспас это стандартные теги свагера и хост так посмотрим как я сконфигурил дропвизард в дропвизард я засунул спринг тут достаточно все просто кто знаком с этим тому все понятно кто не знаком это не очень важно сразу скажу и так давайте попробуем его запустить он даже запущен давайте перезапущу чтобы все поверили что он рабочий так пройдемся пройдемся у нас есть один эндпоинт jax.rs полностью сконфигуренный кто знает кто не знает расскажу дропвизард юзает под капотом джерси и причем вся конфигурация опять таки происходит под капотом у дропвизарда свагер инфлектор тоже под капотом держит джерси поэтому конфигурация получается не слишком красивая но мне показалось что если показывать это под спринг бутом или под какой то еще технологией которая может кушать джерси не из коробки то было бы слишком просто поэтому покажу хардкорный вариант как у нас инфлектор конфигурится и так вот у нас уже все стартануло делаем реквест это обычный эхо реквест получился у нас и достаточно быстро срабатывает 2-3 миллисекунды на него тратится дальше тушим сервак и начинаем внедрять в наше приложение инфлектор для начала нужно засунуть dependencies с инфлектором у меня уже перегружен есть перегруженные версии в parent файлике чтобы не засорять и чтобы все более менее эстетично выглядело тут еще у меня в помнике есть а стоп уже инфлектор есть сори ну ладно в помнике есть core spring web и связка jersey плюс spring там одна фича просто подключается которая фреймворк инъекции jersey засовывает провайдером spring и так дальше мы идем в конфигурацию добавляем наш инфлектор файлик винфлектор yaml мы должны поместить мы должны поместить наши пути к контроллерам и пути к моделям давайте немножко читернем чтобы долго не писать создаем пакет для контроллеров в целом концептуальная картина получается такова что все контроллеры в конечном итоге будут мапиться посредством swagger спецификации то есть полностью вся транспортная задача и даже задача маппинга возлагается на swagger yaml дальше 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 мы должны указать путь путь к нашим моделям кроме кроме того еще нужно указать путь сквагеру нашим контент тайп которыми наш сервис будет пользоваться интити процессоры давайте возьмем json xml на всякий случай ну и yaml чтобы потом swagger посмотреть как он изгенерится и будет выдавать по endpoint swagger yaml наш микросервис дальше идем на конфигурацию валидации validate payloads давайте поставим true означает то что у нас будет валидация срабатывать на вход и на выход дальше опишем environment так надеюсь все написано без ошибок конфигурация готова она у нас по дефолтному неймингу лежит поэтому нам не придется ничего лишнего вносить в конфигурацию самого dropwizard идем на bootstrap dropwizard и дальше смотрите идея в том чтобы вытащить все провайдеры jaxrs провайдеры сконфигурены инфлектором и засунуть их элегантно в dropwizard model package я понял да у нас тут немножко заминочка получилась а да давайте тут на самом деле изначально была идея в том чтобы ошибку допустить да не подумайте что я ошибся так было задумано вот тут вот у нас модул стоит по идее инфлектора не должно быть но дальше мы в дебаге все увидим так идем обратно в конфигурацию dropwizard для того чтобы стартануть наш инфлектор нужно нужно сначала поднять конфигурацию с нашего yaml файла это делается через configuration inflector read не указываем никаких параметров потому что у нас все там дефолтные так дальше мы должны поднять как раз таки конфигурацию JAX-RS у нас она представлена в виде свагер инфлектор класса секундочку нам нужно вспомнить через нью ли она создается или не через нью да по-моему через нью сюда мы подаем просто конфигурацию нашу инфлектора еще нужно добавить до конфигурации провайдера контроллеров чтобы spring срабатывал при создании наших контроллеров нужно set control factory и тут у нас за счет java 8 можно засунуть лямбду которая будет как раз этим заниматься контекст get bin да значит картина такова мы уже успели связать наш инфлектор со spring теперь у нас все инъекции будут срабатывать в контроллерах дальше нам нужно инфлектор каким-то образом засунуть в drop wizard для этого придется достать просто все провайдеры из свагера инфлектора он собой представляет на самом деле под капот расширение наследника application класса JAXRS то есть грубо говоря конечно код не хочется показывать то что тут был написан но вот такой вот класс страшненький как раз и конфигурирует полностью инфлектор на стартапе он пользуется классом register в который засовывают все провайдеры JAXRS уже под капотом значит наша задача их достать оттуда для drop wizard мы достаем jersey конфигурацию вот вот это вот он и пишем зарегистрировать endpoints которые мы достанем с наших конфигураций от инфлектора зарегистрировать классы которые мы достанем опять таки оттуда и зарегистрировать что там еще instances вайдеры которые были уже проинстанцированы какими-то возможно конфигурациями внутри ну и в целом все можно схрестить пальцы и попробовать сие чудо запустить сейчас мы узнаем насколько у нас это получится стартап достаточно длинный потому что бут бут у нашего drop wizard что-то что-то страдает на моей машинке по крайней мере так вот у нас все стартануло у нас инфлектор успел поругаться рассказать нам что он не может найти классы которые должен был найти и идем идем в debug debug json и в debug как раз таки описано все endpoints которые мы не наимплементили и мы можем легко их в итоге уже заимплементить просто с копипастив информацию отсюда вот у нас перечислены даже модели которых нам немножко не хватает pets как раз таки потому потому что я допустил вот здесь вот ошибку в дальнейшем мы увидим исправление этого момента и давайте создавать контроллер он пытается найти дефолт контроллер интересно почему это не тот что мне нужен дефолт контроллер ну ладно создаем первый наш контроллер будет pets контроллер сразу проаннотируем спринговой аннотацией можем в него заинжектить сервис который отвечает у нас за пэтов давайте про него немножко расскажем он содержит всего-навсего один метод который с вероятностью в 0.5 может бросить exception и генерит n-ное количество пэтов смотря сколько мы им зададим задает имя по шаблону и рандомный размер нашего пэта тоже задает injecting дальше нам нужен endpoint endpoint будет выступать просто напросто метод который у нас уже прописан как-то упростить имплемент метод в этом методе у нас будет как раз таки дергаться метод из нашего пэд-сервиса и выдаваться 204 response так давайте теперь проверим уйдет ли этот endpoint из дебага хотелось бы верить что все написано без ошибок ух ты получилось it's alive значит у нас у нас получается еще одного метода не хватает но это мы можем уже потом добавить потому что у нас сейчас стоит state develop давайте сразу же проверим как у нас инфлектор будет реагировать на на production мод мне кажется в основном в production не нужно ранить сервиса ну конечно в зависимости от вашего стиля разработки но теоретически сейчас он должен повалиться причем с адекватной ошибкой и с описанием что ему не понравилось так что-то здесь не так ладно давайте тогда пойдем по другому да у меня была ошибочка по дефолту просто develop берется мод проверим еще раз да да вот у нас повалился сервак не смог стартануть мне кажется для разработчиков как раз такой мод наиболее подходящим будет так еще давайте немножко кишочки посмотрим нашего инфлектора для этого сделаем дебаг на моменте доставания провайдера джек срс и просмотрим это все дело руками и так в эндпоинтах мы можем увидеть все наши задекларированные эндпоинты в спецификации плюс еще три полезных эндпоинта это дебаг который мы уже видели и сваггар ямл сваггар джейсон который мы скоро посмотрим ну еще плюс эндпоинты на персенс и на пэтс которые мы уже частично заимплементили следующим идет у нас класс это как раз таки провайдеры джекс рсовские которые отвечают за конвертацию антитей из особенных провайдеров мы можем увидеть ямл экземпл провайдер джейсон экземпл провайдер и сваггар серилизатор ну вкратце могу сказать это чисто служебные провайдеры которые отвечают за конвертацию моковых данных и за конвертацию сваггар объекта в джейсон или ямл формат дефолт экземпл маппер это с той же с той же оперы ну остальные это стандартные джексон мапперы xml экземпл маппер так и смотрим еще сюда в инстансы тут мы можем увидеть провайдеров это на мульти парт это для форм http форм как раз таки маппер и еще провайдер на дефолтный формат данных на response у нас по дефолту стоит джейсон и где-то вот здесь он в себе его держит как раз за счет этого провайдера у нас получается такая вот магия так дальше не интересно стартуем и давайте тестить наши endpoints причем будем параллельно смотреть на swagger спецификацию которая у нас получается стартанул я надеюсь да все нормально так первый endpoint это у нас петы которые мы как раз таки заимплементили давайте посмотрим оп пятисотая ошибка нам не повезло с вероятностью 50% она падала вот это вот уже не должно так быть странненько пятисотые и зависает ноль попробуем возможно я код немножко некрасивый там написал хотя вчера вчера еще был рабочий а я понял ладно в этом копаться точно сейчас не стоит давайте посмотрим лучше на замок на end point что они себя представляют вот конкретно end point persons у нас есть один query параметр который является required это у нас size тоже size не слишком оригинально но как мы видим вот в итоге мы получаем представление дефолтное для персона и также мы можем например на first name написать какой-нибудь example странно странно секундочку да давайте вот так сделаем вот у нас example теперь нужно передернуть в сервер дальше дальше у нас еще есть requirement что first name у нас обязательный как вы помните у нас валидации все стоят на payload смотрим ага вот у нас новое уже значение на example пошло и давайте попробуем без сайза это все сделает дело ну и адекватный exception о том что должен быть size или например если мы сюда что-то совсем неадекватное напишем он тоже хорошее описание даст ошибки вот таким вот инфлектор занимается теперь давайте заимплементим endpoint с каким-нибудь payload и на request посмотрим что происходит давайте я буду немножко ускоряться уже у нас времени мало копипастить будем из готового экземпла давайте перестартовывать почему же я ошибся еще хочу рассказать вам про обработку exception как вы видели у нас 500 падала хотя мы пытались кинуть forbidden exception что в свою очередь мы не прописали совсем никак если кто-то пользовался лжек srs у нас есть возможность там экстендить веб application exception в который можно подавать код exception здесь у нас немножко другая система у нас есть возможность экстендить api exception прием тот же только скажем в профиль просто да ну это все последствия того что инфлектор пытается как бы полностью оградить разработчика от транспортного уровня и в свою очередь свои какие-то варианты транспортного уровня предлагает ну это мы сейчас все протестим зря я тогда перестартовал давайте еще раз перестартану дальше идем 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 смотреть наши endpoints еще нужно было посмотреть endpoints под названием swagger вот у нас есть когда стартанет посмотрим есть да и как мы видим тут немножко нестандартное построение наших моделей они сдублировались по endpoints так в принципе работает нормализация swagger документа она переносит все рефы уже в конечные места использования и в принципе такой документации может легко пользоваться уже конечный юзер то есть мы ему даем ссылку на наш сервис и он уже может стянуть спецификацию его есть и ямловская спецификация и джейсон плюс минус то же самое окей идем дальше наш pet endpoint дебаг можем дернуть увидим что мы уже заимплементили все endpoint кроме одного из персона ну мы его имплементить наверное и не будем а где же его подевал то наверное это он и был да это он и был окей делаем post request должно смапиться на наш эхо да так и произошло и как вы помните мы тогда тестили наш эхо endpoint и у нас получалось где-то 3 миллисекунды если чистым jacks использоваться вот тут вот результаты что-то даже хуже чем я раньше видел они вот стабилизировались около 7-8 миллисекунд получается но это не под нагрузкой поэтому еще могут результаты быть и похуже ну это цена цена за валидацию наших endpoints и наших payload дальше смотрим на модель свагера что у нас представляет собой пэт пэт у нас состоит из двух полей причем name у нас required попробуем избавиться от нейма и попробовать подать вот пожалуйста пишет о том что не получилось не все матчи прошли достаточно удобно прописывать валидацию прям в свагер документе и не заморачиваться этим совсем на стороне бизнес логики а на бизнес логике пользоваться в конечном итоге сервисами плюс контроллерами а контроллеры у нас совсем тоненькие как вы видите получаются просто дергаем и интерпретируем это в каком-нибудь виде для нашего клиента еще пару слов про request контекст и response контекст в request контексте у нас можно достать хидеры он в конечном итоге оборачивает контекст из jacks.rs с некоторыми улучшениями он добавляет еще сюда remote адрес и media type который будет использоваться дефолтный а дальше давайте протестим такую штуку как вот такой вот find например мы вдруг передумали и захотим по дефолту наших end-юзеров кормить xml давайте рестартанем начал работать вдруг хорошо так давайте 5 петов за requesting ага вот видите у нас уже сработал exception нормально и нормальный response код дает 422 правда но месседж соответствующий потому что нам реально не повезло там 50% вероятность была и вот как мы видим мы уже принимаем на нашей стороне xml по дефолту ну можем естественно прописать тот type который мы хотим получать например это у нас давайте yml будет и все будет правильно работать да а что если json а я понял в чем проблема да смотрите у нас вот этот вот endpoint pets он на стороне swagger прописан таким образом что он выдает только два формата он yml у нас не хочет выдавать вот чисто из-за этого момента так что даже даже в этом месте правильно все сработало так основные моменты я по демке проговорил как у нас маппинг происходит эксепшенов как у нас контроллеры мапятся и как связать это все вместе в спрингбуте ой в спрингбуте говорю в дропвизарде со спрингом мы увидели вопросы вообще кто-то остался еще тут выдержали пять бойцов потеряли ну ничего страшного ну ребят спрашивайте есть у кого-то мысли по этому поводу как у этого проекта с документацией или чем пока кто-то что-то говорил да 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 Миша хотела узнать как у инфлятора с документацией у этого фреймворка а с документацией все крайне плохо наверное у меня львиная доля документации уже в моей презентации присутствует хотя она достаточно худенькая получилась сейчас покажу основной ресурс которого можно ее черпать это вот как раз страничка readme гитхаба тут у нас получается общее описание потом быстрый старт с инфлектором и некоторые фичи описаны и то тут наверное процентов 30 фичей не задокументировано это уже нужно лезть в исходники лезть ну короче в полреквесты вищусы читать что люди пишут общаться с людьми и так далее как я уже говорил это не рокстар среди фреймворков поэтому всего 46 звезд было 45 вчера удивительно плюс 1 звезда отлично но концептуально очень-очень интересная штука и как раз bottom up и up down approach совмещают вместе то есть написание уже спецификации является написанием какого-то DSL для имплементации endpoints достаточно интересная штука и отошел от темы еще есть одна статья на swagger и в которой есть тоже небольшая презентация от разработчика как раз таки swagger инфлектора такой веселый парень тут прям как рекламная акция какая-то вот такие вот картиночки да но опять-таки не очень информативно и в этом плане конечно подход с инфлектором очень сильно проигрывает коды гена коды гена он намного более распространенный и поддерживает множество языков прям с коробки сразу же вот так вот как-то